Ну что, парни, с победой. Как настроение? Настроение прекрасное. Я очень рад, что сегодня молодой человек отыграл хорошо. Я за него рад. Привет России. Да, передаем привет России. Передаем привет России. Мы сегодня выиграли. Мы хорошо сыграли. Все к вам хорошо сыграли. И завтра в выходной будем отдыхать. Ну замечательно. Вообще, чувствовалось усталость после второго матча? Меньше, чем за субтит. Я себя чувствовал хорошо. Я не знал, что не очень много. На самом деле, мы очень здорово сделали заделки первой четверти уже. И практически после этого уже даже не возвращались к какой-то нервной игре. Двадцать очков в первой четверти, мне кажется, чтобы мы могли протяжить всей игры. Да, правильно. Мы не устали. У нас в пустах. После завтра уже будет игра, так что нужно восстановиться и выиграть еще одно. Можно говорить, что в принципе сегодня судьба вернула немножко должок за вчерашнюю первую четверть с Вейкорска, когда пропустили 37 очков с сумасшедшим процентом. Сегодня у вас все залетало. Ну я бы не сказал, что у нас все залетало. Я считаю, что мы очень хорошо отыграли в защите. Не дали команде соперника забить очки легкие. И как-то вытеснили их на периметр. То есть все броски, которые они делали, практически дальние броски, очень мало забили из-под кальцанов. Прошлая игра, к сожалению, не смогли закончить. Даже после такой проваленной первой половины достали и практически перевели игру в ничью, но это почти не считается. У вас есть такой же вопрос, который спросит. Да, а почему вы не? Ну, мы сегодня хорошо играли. И мы же не только трехочковые и средние бросали, много очков с пальцового. И много результивных передач. Так что мы просто собрались после двух поражений таких, которым небольшая разница была. И выиграли. Я доволен. То, что Данто забил 9 из 9, это в принципе сюрприз. То есть он как бы не является таким уж прям штатным снайпером, супер снайпером. Ну, на самом деле, эти броски, которые забивал, это его точка. Во всех играх он бьет именно этот... После двойки разыгрывающего, он отваливается на позицию штрафного броска, и это его бросок. Вот, сегодня он попал первые три, почувствовал хорошо и стал горяченьким, как говорят, в России. Несмотря на холодную погоду. Нет, он молодец. А все-таки... Хороший комментарий. Он молодец. Но он не мажет вообще средний, человек не мажет. Мне бы так, да? Мне бы так. Леш, давай тогда с тебя начнем. Вот все-таки говорили вчера про трехочковые. Это я тебя сглазил, что ли, получается? Нет, нормально. Сегодня опять дежурный один из пяти? Ну, это отлично. Нет, на самом деле... Главное, чтобы команда выигрывала. Главное, чтобы выиграли, да. Не было несколько таких ситуаций, в которых я бы там не бросал. Но сегодня... Там времени заканчивалось. Разница была большая, и так что... Не оправдывайся. На самом деле, Лех такой игрок, что ему нужно бросать. Не важно, даже если он мажет, он все равно должен держать напряжение на защиту соперника. Не надо машей махать, и даже некоторые должны было не бить. Но это не важно. И на самом деле, очень хорошо, что с мячом он должен быть все время опасным. Это не только создает момент для него самого, а для других игроков также. Потому что посмотрел, он сегодня делает передач много. Вот. И он сам опасный. И сразу же после этого появится много возможностей для других мероприятий. Ну, Леша, ты сегодня как раз создавал угрозу, и, в общем-то, успевал даже и не только бросать, еще и падать в падение, отдавать результативные передачи. И судим, что-то в падении же уговаривать. Ну, это что-то новое, конечно, то, что он падает. Вот. Такого я давно не... Я не знаю такого, чтобы упал выше. Я все время борюсь за ноги. Знаю ничего такого. Падение замечания, я не знаю. Прыжки знаю, передачи знаю. Нет, подожди, сегодня упал. Прыжки знаю. Видел, как тебя положили на пол. Спокой. Я думал, он тебя напополам разобратил. Нет, нормально. Пойдет уже все обыгры. Давайте поговорим о вас. О нас? О чемпионате Комп? Как было в России? Я делал в России, да, распятую. Как погода? Ну, ладно, блин, я это тогда выключу. Сейчас у нас частная вечеринка будет. Все, дальше.